господа добрый день сегодня у нас очередной вебинар сегодня четверг обсуждаем текущую ситуацию на форексе с вами я василий якимкин и компания фиба групп но традиционно рассмотрим план нашего вебинара то есть во главе угла по-прежнему рекомендую ставить фундаментальный анализ поскольку по фундаментальному анализ заключается примерно 80 процентов транзакций на рынке форекс двух словах фундаментальный анализ это занимается оценкой стоимости того той или иной валютной пары а затем идет сравнение с ее рыночным курсом если такая оценочная стоимость валютной пары выше чем рыночный курс то считается что валюта рынком недооценена ее надо покупать если же оценочная стоимость ниже чем рыночный курс то считается что валюта переценена рынком ее надо продавать все казалось бы очень просто дьявол что называется в деталях а именно по какому алгоритму проводить оценочную стоимость валютные пары во многом это зависит от глубины инвестиционного горизонта и в итоге те алгоритмы моделирования которые здесь применяются они не зависят от глубины вашего инвестиционного горизонта но напомним инвестиционный горизонт это потенциальное время которое вы хотите быть в рынке с данной транзакции например если ваш глубина инвестиционного горизонта очень большая там 15-20 более лет то лучше всего моделировать по паритету покупательской способности по паритету покупательской способности кстати американский доллар заметно переоценен относительно большинства мировых валют особенно валют развивающихся рынок так например российские рубли это где-то 23-24 рубля за доллар то есть если ваш инвестиционный горизонт уже скажем квартал месяц неделя то лучше всего проводить оценки по региональным перетоком капитала но горит здесь и здесь довольно прост если из какого-то региона капитала утекают то то национальная валюта может подешеветь поэтому ее надо продавать те регионы куда капиталы втекают то на то региональная валюта может подорожать и поэтому ее надо покупать особый трейдинг ведется на слияние поглошение вот то есть если где-то объявляются что намечается слияние поглощение какой-то компании то у нас валюта в этом регионе она становится востребованным и покупается ну и наконец краткосрочные торги по фундаментальному анализу здесь тоже нужны навыки и свои алгоритмы моделирования цены то есть я рекомендую пользоваться приближением динамики цены в рамках марковских и пост марковских процессов смысл в том что если мы торгуем скажем внутри дня на очень коротких инвестиционных горизонтах то в момент то лучше всего торговать по экономическому календарю то есть момент выхода новости рынок дисконтировал себя ожидания а где посмотреть ожидания по сми это либо роутерс либо глумберг там как бы идет обобщение интеграция ожидания затем выходит новость мы сравниваем быстро с ожиданием и если вышел новость лучше чем ожидания для нас валюты то ее покупаем если хуже чем ожидания то продаю вот и такие процессы длятся недолго но максим 30-40 минут и дальше на авансцену выступает на пост марковской моделирование когда грубо говоря к рынку возвращается память вот марковские процессы процесс очень короткие памяти буквально формирующиеся бар на ваши рабочие развертки он не чувствует он чувствует только предыдущий бар но уже 2 слева от точки формирования он уже не чувствует то есть память рынка очень короткой или можно и даже пренебреть а вот когда память возвращается то тут уже на авансцену уходит как бы фундаментальный плюс технический анализ и здесь уже идет сравнение с тем что было в прошлый раз какая цифра поэтому экономическому индикатору было в прошлый раз мне плюс привлекается тех анализ вот это вот марковский процесс вот такая вот такой фундаментальный анализ элементами тех анализа но на второе место рекомендую ставить по значимости корреляционный анализ который занимается поисками взаимосвязи между разными финансами типичный пример форексники привыкли это динамика как вчера например в америке во второй половине сети динамика падение фондовых индексов и покупка валют фондировались вот такие корреляционные сейчас валют фондирование это японская иена и евро ну и в какой-то степени швейцарский франк соответственно когда фондовые индексы растут валют фондирование под давлением они распродаются вот такие взаимосвязи ну или например на рынке комодитис и блок товарных валют это канадский доллар австралийский доллар нам зеландский сейчас нефть падает да все внимание на нет сейчас рассмотрим нефть поскольку нефть сейчас влияет на все рынки без исключения то есть она как бы такой драйвер всех рынков ну и соответственно вот появились уже реляции что многие американские банки заработали по 1000 и более пунктов на падение канадского доллара который заметно коррелирует динамикой нефти нефть падает канадский доллар падает новые другие вещи ну кроме этого поскольку я рекомендую на форекс и если вы занимаетесь этим бизнесом всерьез ненадолго то есть я вот 20 лет не отбрасывать в сторону такую тактику торговых как корри трейд смысл который в том что вы продаете низкодоходную валюту в обмен на выкупность дохода но сейчас не самое удобное место для ведения корри трейд более того сейчас надо от него отказываться но если вы чувствуете уверенность у вас хорошие депозиты вы торгуете практически без плеча уже сейчас можно открывать среднесрочные долгосрочные позиции в направлении перри трейд я думаю еще квартал мы в такой бодяге просуществуем а затем возможно у нас нас тут локальное облегчение в плане заметно возрастет интерес к рисковым активам риски будут покупаться на этом фоне валюты развивающихся рынков конечно заметно корректируется вверх на форекс и можно на этом хорошо заработать будет но надо будет смотреть то есть звоночек к этому конечно марте и апрельское повышение базовой процентной ставки по фид фондам комитета по операциям на открытых рынках и в резервах а вот если там какая-то заминка произойдет уже сейчас отдельные члены комитета начинают высказывать такие осторожные замечания что возможно рано начали цикл повышение вот если повышение в марте не произойдет то соответственно это такой серьезный звонок на то что доллар нам продавать сейчас пока все его покупают ну в принципе нам надо покупать пока до марта еще далеко еще два с половиной месяца или парламента парами сюда фига и половина января вот но их кроме этого мы всегда когда говорим о торгах на форексе то подразумеваем торги портфельный то есть нельзя торговать одной транзакции поскольку риск сумасшедший всегда формировать портфель а раз формировать портфель то надо заниматься формированием мультивалютного портфеля очень грамотно то есть минимизируя риск как это делать скажем на рынке акций на рынке облигаций ну для этого служат хорошо коэффициенты шарпа трейнера дженсона коэффициенты соответственно шарпы трейнера это центре которая оценивает отношение ожидаемой доходности портфеля к риску портфеля но там не вся доходность а доходность за вычетом ставки без риска зеленый на риск портфеля в случае шарпа это соответственно сигма портфеля случае трейнера залез как берем бы понятно чему такие центры берем оценки риска ушарп это не диверсцированный портфель поэтому риск его этой сигма портфеля у трейнера оптимально бирс собственные вблизи нуля за оценку риска берем в эфи цент дженсона Это есть разность между ожидаемой доходностью портфеля и реализованной доходностью по факту. Если это разность вблизи нуля, то мы грамотно, профессионально формировали и управляли портфелем. Если это разность большая, то независимо от знака, это разность. Мы по-дилетантски все это делаем. Ну раз речь идет о формировании портфеля, то тут надо несколько слов сказать о хеджировании и страховании портфеля. Ну в элементарном случае в таком под хеджированием понимает страхование портфеля за счет открытия позиций по ложному стою. Например доллар мы решили покупать, ну вот купили доллар и продали доллар. Вот вторая сделка продаж доллара, она хеджирует первое дело, покупку доллара. В каком плане она страхует? Если события развиваются не по вашему сценарию, доллар начнет падать, то вторая позиция продаж доллара, она принесет вам успех и захеджирует потери от первой транзакции. Ну закончим вебинар основными рекомендациями и выводами. Я постараюсь вам включить метатрейдер и покажу уже на графиках точки входа-выхода для нашего инвестиционного горизонта. Ну и так значит, как я уже говорил, сейчас нефть всему голова, она заправляет на всех рынках. Форекс не исключение. Вчера где-то в начале европейской сессии появились такие радостные реляции, чтобы дно достигнуло нефти. Нефть начала отработку наверх и в этой связи заметили покупки рисков, покупки валют, вызывающихся рынков. Евро падало, иена падала, фондовые индексы росли. Но тем не менее с фундаментальных позиций, вот вчера управление по энергетической информации США и EIA понесил прогноз по ежедневному мировому спросу монет в текущем году. С 95,22 миллиона баррелей до 95,19 миллиона баррелей. Вот это неожиданно, потому что все российские газеты, например, писали сообщения, что мировой спрос на нефть в 2016 году будет расти. И Управление по энергетической информации США также повысило прогноз по мировой добыче с 95,79 миллиона баррелей до 95,93 миллиона баррелей. То есть видите, дивергенция усилилась. Разность между потреблением и предложением. То есть предложение доминирует над спросом, и эта доминанта растет. Это нехорошо для цены. Цены в итоге будут падать. Но сейчас основной драйвер падения нефтяных цен это падение фракта на танкеры. Вот, например, на днях, буквально позавчера-вчера, очень серьезно упали цены на фракт танкеров со стороны Саудовской Аравии и Катара. Там буквально падение было на 50%. Что это значит? Что это значит? Ну, тех танкеров, которые ходят, кстати, в Японию. Это говорит о том, что спрос понижается, нефтехранилища уже пустые, и вот аренды танкеров с целью использовать их как плавучие базы, они тоже, как бы, уже эта идея отрабатывает, уже не востребована рынком. Ну, и таким образом, вот эта вся информация в Мессе, она дала то, что вчера, в начале европейской сессии, котировки нефти отреагировали на эти новости довольно негативно. И ближайший контракт, например, на Лайтсвит обновил многолетний минимум. То есть, он зацепился за уровень декабря 2003 года, там, чуть ниже 30 долларов за баррель. Вот. Затем, после этого, началась коррекция, и цена пробивала даже уровень 32 доллара за баррель. И ряд экспертов американских, которые прославились более-менее точными предыдущими прогнозами по динамике рынка нефти, начали заявлять, что нефть сформировала краткосрочное дно. И сейчас потребуется, пройдет какое-то время консолидации, прежде чем нефть попытается еще раз тестировать это дно. Вот это немножко обнадежило быков парисковым активам, ну и рынки вчера оживили. Ну, тем не менее, как бы, в целом, можно, тем не менее, резюмировать, что фундаментальная картина по нефти остается печальной для быков. Однако, с технической точки зрения, вчера сформировалось локальное дно. Ну, вот фьючерсы на нефть, тем не менее, начиная с месячных, трехмесячных и заканчивая долгосрочными до 2021 года включительно, все они торгуются в итоге вчера, вот торговались на дне ниже 50 долларов за баррель. Это вообще удивительно, да, до 2021 года ниже 50 долларов за баррель. Что позволило, собственно, я думаю, нашим финансовым топ-менеджерам в стране вчера делать вот кассимистичное заявление. В частности, господин Улюкаев говорил, что дешевая нефть серьется надолго. Ну, действительно, если фьючерсы 2021 года стоят ниже 50 долларов, то что уж тут говорить, на что надеяться. Вот, ну, вот в банке Societad General, в частности, эксперты отмечают, что дешевая нефть – это серьезная угроза для всех рынков, без исключения. По их мнению, низкие цены на нефть представляют собой серьезную угрозу для динамики практически всех активов на всех рынках. Вот, отмечают эксперты Societad General. В нынешнем году дешевая нефть станет основным фактором, ответственным за ожидающиеся дефолты. И даже если апокалиптические прогнозы в 25 или 20 долларов за баррель, или даже 10 долларов за баррель, сейчас уже такие прогнозы дают. Если даже такие прогнозы не сбудутся, уж шерп уже и так нанесен. Это гарантирует, что в 2016 году мировые валютные резервы продолжат снижаться. Вот, вчера было мероприятие Societad General, организованное глобальным стратегом этой компании, на котором выступал Рассел Напье. Это инвестор, известный бизнесмен и финансовый писатель. Он посоветовал инвесторам подальше держаться от развивающихся стран, до тех пор, пока их валютные резервы не начнут расти. Но, тем не менее, я вчера читал аналитику Джима Роджерса, он пишет, что развивающиеся рынки торгуются практически вблизи дна, и рынки коммунтис, вот по нефти, тоже вблизи дна. Он более оптимистично смотрит на текущую ситуацию. Но это не значит, что выход будет мощным, отскок будет V-образным, скорее динамика будет L-образной, консолидация будет плавная и боковая. Сегодня в азиатскую сессию, когда я делал обзор, повесил на сайте, был опубликован отчет по занятости в Австралии. В которой, кстати, оказался в целом несколько лучших прогнозных оценок. В декабре австралийская экономика сократилась всего на тысячу рабочих мест, в то время как и на месяц и в среднем пророчил от падения занятости на 10 тысяч рабочих мест. Ну вот такой результат был достигнут благодаря тому, что полная занятость увеличилась на выше 17,5 тысяч рабочих мест. Ну вспомним, в ноябре было плюс 47 тысяч 300 новых рабочих мест. А частичность занятости сократилась на 18,5 тысяч рабочих мест. В ноябре, напомню, там тоже был рост в области частичной занятости на 27 тысяч 600 рабочих мест. Уровень безработицы в декабре остался неизменным с ноября и состоял 5,8. Напомню, это по Австралии, да, вышли сегодняшние данные. Хотя экономисты прогнозировали увеличение на 0,1% до 5,9%. Вот, тем не менее, по мнению экспертного сообщества, опубликованный отчет является недостаточно позитивным, чтобы изменить настроение на рынке валют и заставить, в частности, аутси укрепляться. После первоначальной реакции аутси к американскому доллару, там, рыбок был небольшой, на процессах, на марковских процессах, да, ценообразования, рынок продолжил снижение. Весьма вероятно, что сентябрьские минимумы на подходе к 0,69% будут пробиты и темпы нисходящих движений уходить. Ближайшей целью является отметка 0,6840. Тем не менее, можно на просадках, ценовых просадках, пытаться австралийский доллар против американского выкупать и с небольшими стопами и зарабатывать на свопах и закрывать в момент, когда экономический календарь будет более благоприятен к австралийскому доллару или менее благоприятен к американскому. Ну, сейчас мы замечаем также, что с фундаментальных оценок есть определенный пессимизм на рынке кейбла. То есть фунт стерлингов обновляет новые низы и фактически это связывает с тем, что в Великобритании там есть риск выхода из Еврозоны, из ЕС, прошу прощения. То есть вот эта возможность о выходе Великобритании из ЕС экспертам сообщества начала обсуждаться с конца 2015 года и фактически этим объяснялось падение фунта к американскому доллару. Ну, сейчас все это с фундаментальных оценок продолжает иметь место, быть и эксперты часто именно кивают на это как причину того, что кейбл ослабляется по американскому доллару с точки зрения фундаментальных оценок. И, например, вот Кредит Свист недавно понизил прогнозы по фунт-доллару, недавно, вчера, трехмесячный с 1.48 до 1.40, да, и 12-месячный с 1.45 до 1.33. Ну, то есть еще на 10 фигур, если верить Кредит Свист, кейбл может падать против американского доллара. Ну, риски здесь связаны с тем, что Mark Carney может начать менять кредитно-денежную политику со стороны ЦБ Англии и Федрезерв может затормозиться в своих планах монотонного подъема в текущем году 4 раза в базовой процентной ставке по фидфондам на 0.25%, как минимум каждый раз. Вот ряд экспертов, другие, да, полагают, что риски недооценены в отношении фунта-серлинга. В частности, они обращают внимание на то, что расширение спредов британских и немецких облигаций в целом, такое расширение было пропорционально расширению спред трехмесячного евроребора калибору. Кроме того, не наблюдалось и выраженного ухудшения динамики британских активов относительно европейских конкурентов. Все это свидетельствует о том, что инвесторы не сильно тревожились относительно референдума. Стат, однако, может измениться. Первые признаки уже видны на рынке корпоративных бумаг. И с риски того, что поиск компромисса между Великобританией и ЕС затянется. Не стоит забывать, как было достигнуть соглашение с Грецией. Помните, и подобное развитие событий грозит значительной премией за риск, а значит и ощутимый падением фунта-серлинга. Достижение соглашения по прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. Но рост напряжения будет способствовать усилению страхов и полной неопределенности. Вопрос о том, какой будет цена выхода Великобритании из ЕС. И все это станет предметом спекуляции. И, кажется, отразится на динамике фунта. На медвежьей динамике. Усилить медвежьей динамике. Вот эксперты АНЖ, например. Они также пишут, что вчера писали о значительном потенциале для падения фунта-серлинга. В банке раньше отмечали негативное влияние референдума. Однако в свете событий на финансовых рынках, где наблюдается общий спад аппетита к риску, реакция британской валюты грозит оказаться более болезненной. В АНЖ советуют внимательно следить за тем, как пройдет саммит ЕС в феврале. Отсутствие прогресса в поиске компромисса между Великобританией и ЕС может быть крайне негативно воспринять инвесторами. И фунт будет под давлением. АНЖ прогнозирует падение фунта к 1.42 в первом квартале текущего года. Прогноз на второй понижен с 1.40 до 1.32. Вот какая девальвация ждет фунт стерлингов, если все это сбудется. То есть экспертное сообщество пытается накачать рынки, умы трейдеров в сторону продажи фунта стерлингов. Так что надо еще раз проанализировать это все и возможно начать занимать шортовые позиции. Но в противоположности этим экспертам оценкам, скажем, эксперты Данский банк пишут, что фунт серьезно перепродан, они ждут коррекцию. Они пишут, что вчерашняя динамика фунта лишний раз продемонстрировала, насколько силен и нежный настрой инвесторов в отношении к нему. В краткосрочной перспективе британская валюта может продолжить оставаться под давлением на фоне слабого аппетита к риску и ожидающих завтра мягких заявлений банк Англии. Имеется в виду то, что будет приниматься решение по монетарной политике сегодня. Однако, на наш взгляд, большая часть потенциального негатива уже учтена в ценах. Более того, исходя из технической картины и оценок наших краткосрочных финансовых моделей, фунт серьезно перепродан. А справедливая цена еврофунт в настоящий момент составляет около 0,7280. В ближайшем месяце мы ждем восстановления британской валюты, а наш 6-месячный прогноз по еврофунту составляет 0,71. При текущих ценах на уровне ниже 0,70, это в принципе как бы очень здорово. Вот такие прогнозы от Данской банка. У Барклайс капитал вышли вчера торговые сигналы по основным валютным парам. Опять же, в первой половине европейской торговой сенсии, когда появились интересы в покупке рисковых активов, напомню, там цены на нефть росли, да, и фондовые рынки развернулись вверх. Поэтому у них, тем не менее, значит, вот евро-доллар имеет бычий сигнал, и фактически они ждут отклонения от справедливой оценки примерно на 0,8%. По доллар-иене у них тоже сигнал медвежий. Это по настроениям рынка, да, по маркам сентиментам они. Но по моменту у них все это перепродано, конечно. Ну, и я думаю, что, на мой взгляд, доллар-иене действительно перепродано. Ее надо подбирать по секунду с хуром. Вот, вот по еврофунту у них тоже сигнал бычий, кстати. Как и у Данский банка, и по моменту у них состояние перекупленности. Ну, и фактически у всех валют, кроме евро-свеса, у остальных это сигналы медвежьи. Я имею в виду товарная валюта, австралийский доллар, новзеландский доллар, вот эти медвежьи сигналы. Вот бычий сигнал евро-шведская крона. И там девиация двух процентов достигает. То есть, серьезное, может быть, поклонение от оценочной стоимости. Хотя по моментам оценка валюты тоже перепродана, конечно. Ну, то есть, вот Барковский капитал, как бы показывает, вывесил вчера в интернете таблицу, какие валюты перепроданы, какие нет, по каким замечается хорошая девиация, и есть чем, собственно, торговать. Ну, и с фундаментальной точки зрения, еще также необходимо, кроме нефти, сосредоточиться на Китае. Хотя Китай, он законодатель в цене на нефть. Да, вот именно снижение темпов роста экономики Китая во многом сказалось на динамике, на медвежьей динамике нефти. Ну, вот, вчера, как бы, больших новостей не было по Китаю, и сегодня не было. Ну, и, соответственно, сегодня по Австралии рынок труда, да, и по Японии были. Ну, я их повесил в своем примаркете. Вот. Но, тем не менее, по Китаю, как бы, нет новостей. Это возвращает внимание к доллару, и он постепенно растет. То есть, как бы, долларочувствительное к риску валюты укрепились к валютам фондирования. Ну, это, опять же, вот, оценки первой половины европейской сессии. Игене и евро. Вчера, после того, как Народный банк Китая поддержал курс юаня на более оптимистичный, чем ожидалось, торговые данные страны немного понизли градус беспокойства в отношении второй повречения экономики на мире. В юане фондовый рынок Китая выросли благодаря интервенции Народного банка Китая, убедившись трейдерам выкупать рисковые активы. Но потом на американскую сессию все развернулось точно, все наоборот. Да, хотя уже фондовый рынок Китая закрылся. Индекс доллара поднялся на 0,3%, превысил отметку 99,25%. Помните, кто следит за ним, да? Продолжив расти после падения до минимума этой недели в 98,25%. То есть, как бы нифигу. Доллар кенни подорожал на 0,6%, до 118,30% в паре доллара и иена. Евро потерял 0,4%. Курс австралийского доллара подскочил на 0,6%. Ну и повторяю, все это статус кло восстановился, когда началась американская сессия, были опубликованы, как я с чего я начал, лидера на данные по запасам нефти в Соединенных Штатах, по оценкам энергетического института американского, и все как бы развернулось в прежнем Руси, в привычном Руси. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, надо сейчас от рисковых активов держаться подальше, но и валюты фондирования больно покупать тоже не стоит. Давайте я включу вам демонстрацию рабочего стола и мета трейдер. Вот евро-доллар, практически 4 часов, это моя рабочая развертка, да, видите, риски продаются, и на этих продаже рисков, рисковых активов евро-доллара все, да, тестируете верхние границы, уже отсюда можно продавать. Вот, с точки зрения среднесрочного моделирования, навекли, смотри, тут ничего практически не менялась, цена топчется, диапазон в зоне полоса Боллингера, нижняя граница полосы Боллингера, такая балансная линия полоса Боллингера. Пробиваться ничего пока не собирается, не хочет. Ну, трендовые индикаторы в среднесрочке, они медвежьи, поэтому ловим любую коррекцию наверх для того, чтобы продавать. Поэтому, соответственно, возвращаемся в рабочий диапазон, и тут вот этот рост использован для продаж, да. А тут какие-то их, а и вот этой свечки отсюда можно продавать, чуть-чуть технически. Это, соответственно, вот этот вот уровень где-то 0,940, да, что-то она мне не показывает. Характеристики свечки. Ну, и ладно. И от максимума вот этой свечки, да, наращивать позицию чуть ниже 1,0970. Вот, интересно, что она мне не показывает. Ну, ладно, потом я разберусь. Вот, ну, соответственно, как бы доллар-иена тоже падает, наверное, раз валюта фондирована, покупает. Где у меня доллар-иена? И. Вот он, доллар-иена. Вот, доллар-иена, Викли, видим, пробивается нижняя граница полосы Боллингера. Это тестируется, как бы, поддержка серьезная, да, вот 117.65, ну, 117. 117.35 у меня ордер стоит на бай, отсюда покупаем, и вплоть до вот этой вот сотового мудринга, да, когда-то наверх, 114.35, да. Тут распределяем несколько ордеров на покупку. А фиксируем прибыль, приближение вот к этим максимумам, этой недельной свечки, или даже чуть ниже, ее середина, даже вот этих вот уровней. там, вот свечка, хотел показать, да, вот лоу 117.04, но это слишком низко, вот тут лоу, 117.30, где-то 25, да, отсюда уже можно. 119.03, тут уже текен-прочеку можно выставлять, если вы купили по 117.35 и ниже, то есть тут может быть 116.50, видите, вот 116.25 тестировалось недавно. Так что есть, откуда покупать, но продавать, я думаю, как большинство сейчас участников рынка стоят в шортах, по этой паре, не стоит, поскольку есть шанс, что она довольно быстро отыграет, когда интерес к рисковым активам вернется и фондовые рынки начнут расти или хотя бы корректировать, да, после падения серьезных. Хотя, еще раз говорю, и я вам озвучивал в начале вебинара и постоянно муссировать пресс идеи того, что надо распродавать все, что есть, уходить в кэш и ждать лучших времен. Причем, кэш размещать на банковских счетах таким образом, чтобы их не потерять, да, то есть не заботиться о прибылях, а заботиться о сохранении текущих средств, которые у вас есть. Это вот основной литмотив посыла начала или первого квартала текущего года, да. То есть ситуация усугубляется. Вчера выступали наши топ-менеджеры страны во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведев. Они говорили, что, во-первых, а надо жить посредством, во-вторых, надо быть готовым ко всему, к любым жизненным пессимистичным сценариям и готовым жить в таких условиях. Ну, это не очень хорошо, конечно. То есть до этого нас убеждали, что 15-й год это дно, это мы его пройдем, а в 16-м году наступит улучшение. С второй половины 16-го года мы будем жить уже, выйдя из рецессии. А теперь, получается, весь 16-й год будет в рецессии и непонятки дальше. Ну, посмотрим, да, то есть на рынке Форекс это все отражается таким образом, что, конечно, покупать валюты развивающихся рынков сейчас опрометчиво, единственное, только если в среднесрочку, долгосрочку, вот на 3-4 месяца. Но в этом случае надо покупать без левериджа, чтобы не попасть на маржинку. Вот, но, тем не менее, хеджировать покупку доллар-иена я рекомендую по-прежнему продажи евро-иена. И вот сейчас она, если поднимется на веке до баланса, и нет, удобный момент для шартов, если у вас есть лонги по доллару-иена. Ну, и, соответственно, если посмотреть по рабочей разверке, то тут надо ждать вот к двум мунингам до рост цены. Если он состоит, то это удачный момент, отсюда не продаем феджируя свои позиции лонг-иена. По доллар-иена, по новозеландскому доллар-иене, и по австралийскому доллар-иене. Тут, как, кстати, в прошлой неделе было мощнейшее падение, и сегодняшняя неделя тоже красная свечка рисует, но уже тело очень небольшое, да, тормозит. Уже можно покупать без леверджа и с текущей уровня. И по новозеландскому доллару то же самое. Еще до нижней границы полосы Боллингера на Викле не дошли, но уже без леверджа можно покупать и с текущей уровня, конечно, потихоньку. на среднесрочную перспективу как минимум трех-четырех месяцев. Ну, а может быть и раньше, там зафиксируется хорошая прибыль, позиция, сработает текущий и вылетит. Торговый диапазон, конечно, расширился, широкий, это где-то по новозеландскому доллару, иене от 74,55 до 84,45. Почти 9 фигур, чуть больше 9 фигур. Ну, собственно, вот, господа, такая ситуация, текущая ситуация на Форексе. Если есть какие-то вопросы в чате, пишите. Вот, Гена пишет, хочу купить фунт, как вы думаете, на какое минимум сегодня фунт упадет в отношении к доллару? И второе, как вы думаете, золото уже на шу-плодном, может уже входить в покупки? Ну, вот, в отношении золота не рекомендую покупать, хотя, если с целью спекуляции внутри дня, то, конечно, можно в серьезных просадках покупать и фунты золота, но в целом, как бы, общий контекст и настрой рынка на то, что и фунты золота все еще будут падать. То есть, по фунту медвежные настроения и усилия со стороны банковского сообщества и фундаментал показывает, что там, через несколько месяцев мы достигнем на не только 1,40, но 1,33, 1,32 нам рисуют эксперты. В таких условиях надолго покупать, конечно, очень большие риски, все это лишено смысла. На внутри дня поиграть, половить отскок это можно, если на серьезных просадах, там, скажем, третья свечка за нижней границей полосы боллингера, если высунулся и закрылся, то уже можно покупать на ожидание роста и вхождения внутрь полосы боллингера. Вот какие перспективы по евро, Валерий пишет. Ну, евро сейчас в фаворе, поскольку от рисков как черт отладанное люди бегут. Но как только интерес к рискам вернется, то евро, конечно, уйдет к квалитету это вне сомнения в отношении американского доллара. Поэтому и еврофунт надо будет продавать, и евро-доллар продавать. Все, все зависит от того, когда рынки развернутся. Во многом это определяет комодити, состояние рынка комодити с нефтирует нефть. Как только нефть начнет, как следует отрабатывать наверх, корректироваться наверх, там, скажем, 3-4 торговые сессии подряд, задав серьезную дучу и тонну, то тогда соответственно евро надо будет продавать и иену продавать. Сегодня рулят иены евро. Пока нефть падает, выведите на монитор график нефти и следите. Нефть падает, эти валюты в фаворе. Понятно, что не только нефть на них давит, но в том числе. Поэтому как только нефть разворачивается наверх, то их продавать. Но вот наблюдаю такую зависимость, что в Америке нефть продают больше. В американскую сессию продавать эти валюты чревато пока. Но завтра пятница, в пятницу как правило все бывает наоборот, закрывается позиция краткосрочная на недельку, которые были открыты. Поэтому рынки часто гуляют в противоположную сторону. опять же надо за пационом следить, что там происходит. Виктор пишет, какие перспективы по евро 1,10,50. Возможно, Виктор, главное, я уже думаю, я-то не покупаю евро, я в среднюю срочку торгую, я продаю, и поэтому для меня этот рост отсюда можно продавать. 0,9,40, 0,9,50 уже можно смело продавать. 1,10,50 и может достигнуть, ну тогда соответственно растить шорт. То есть я в лонг не играю по евро, зачем? Понятно, что дифференциал между политикой ВИЦБ и Федрезерва растет, пользу Федрезерва. То есть ВИЦБ Марио Драги видимо будет как минимум текуч своих задач придерживаться в решении количественное смягчение. Он будет продлевать я думаю с 16-го года до 17-го года. Объем тоже увеличен. Отрицательная ставка ВИЦБ вырастет. Все это не здорово для евро. А соответственно по доллару наоборот ставка. Если все будет так как Федрезерв решил в декабре 15-го года, то в декабре 16-го года ставка по доллару будет 1,5, процента. Это серьезный дифференциал в пункте доллара. Евро в каком случае будет 1,03 или паритет. Но как бы наши зокеанские коллеги из Goldman Sachs из Бенков Америка Мэрилинч они даже 0,95 0,85 ждут к концу этого года и в следующем году еще давление евро продается. Вот такие глобальные дни по этому кровку. Поэтому соответственно что там надо продавать и все. по фунту стерлингов примерно такие же прогнозы но там фундаментальная база очень хлипкая. Это взаимоотношения Великобритании и ЕС на противоречиях играют. с точки зрения фундаментального аналитика не такой сильный рычаг. По евро там железобетонный рычаг. Это политика ЕЦБ. А Марк Карнек который руководит Центробанком Англии он человек такой ну австралиец он во-первых да и вот у него школа австралийская финансовая я не веду а Центробанк Австралии все эксперты они немножко недолюбливают количественные смягчения они как бы не сторонники того чтобы за счет налогоплательщиков за счет обывателей спасать корпорации и банки поэтому Марк Карнек он тоже я думаю что раньше ЕЦБ прекратит количественное смягчение и начнет ставку поднимать в Великобритании и поэтому я в отношении еврофунта всегда придерживаюсь медвежьего филляра то есть пропускаю коррекцию наверх и синтезирую на продажу этот кросс-кус ну собственно вы используете для торговли в основном какие индикаторы на каком тайме как успехи то есть Гена меня спрашивает ну хороший вопрос я в основном использую сейчас фундаментальные оценки на разных инвестиционных горизонтов но основной мой горизонт это вот рабочие развертые если по теханализу четырех часов то есть соответственно я торгую внутри недели внутри дня внутри недели вот но за счет того что там были хорошие прибыли по валютам развитых экономик в частности по иене у меня были хорошие доходности за 15-й год но все эти доходности они в основном были съедены потерями по южноафриканскому ренду там и заработки у меня были большие но и стоплот поэтому где-то в районе 2% годовых по 15-му году доход один из самых минимальных 20-летнюю карьеру получается но ничего ну то есть как бы это было бы нормально если допустить что торгаются торги ведутся без маржи ну с маржой конечно это мало но с другой стороны вот такие такой рисковый пятнадцатый год был посмотрим что в шестнадцатом году как там но сейчас настраивают настраивают эксперты к которым я прислушаюсь на то чтобы сохранить депозиты а не заработать ну посмотрим но надо осторожничать да то есть маржу снижать леверич снижать сознательно чтобы торга открывать транзакции там с 0 одним лотиком и чтобы без маржи получалось тогда соответственно есть шанс депозит сохранить даже если будем срабатывать ну ладно господа спасибо за внимание до следующих встреч следующая встреча надеюсь состоится во вторник да в это же время в 11.30 по Москве удачных трейдов всем с прошедшими праздниками еще